Здравствуйте, уважаемые любители белорусского футбола! Чудный выпуск «Ясно о футболе» и сегодня в нашей студии у нас в гостях знаменитый белорусский тренер, знаменитый футболист, человек, который приложил руку не только к становлению клубов Гродно, но и к бронзе нашей молодежки. Игорь Николаевич Ковалевич сегодня здесь в студии «Ясно о футболе». Добрый вечер. Здравствуйте, Игорь Николаевич. В первую очередь, позвольте поблагодарить, что нашли время уделить внимание нашей программе. И сразу первый вопрос. Как оцените старт команды в чемпионате и в кубке? Старт, в общем-то, неплохой, хотя, наверное, четыре тура это еще не показатель. Может быть, старт я бы оценил после семи-восьми туров. Ну, пока, в общем-то, хотелось бы, конечно, больше очков набрать. Но имеем то, что имеем. В принципе, стартовали мы неплохо в кубке. Ждем ответ на игры. Поэтому хотим выйти в финал и хотим выиграть в кубок. Как раз-таки вопрос. Можно чуть более подробно об ожиданиях от второго матча, которое случится через неделю в Борисове? Ну, а что подробнее сказать. Борисов очень хорошая команда на ходу. Вот я после нашей игры с Ислычу ездил на игру их с «Шахтером». Хорошая команда, очень сбалансированная. И нам трудно будет. Поэтому есть какие-то задумки на ответный матч. Ну, все решится на футбольном поле. Игорь Николаевич, говоря о том, что команда хорошо стартовала, я имел в том числе в виду и предсезонную подготовку. Насколько я помню, в этом году команда еще не проигрывала, в том числе с учетом подготовки к сезону, да, товарищеских матчей. 18 игр к ряду. В чем секрет Гродно в этом сезоне? 18 игр. Ну, в общем-то, секрета здесь большого нет. Этот год, наверное, как никогда в Гродно у меня сложился так, что остался костяк команды. И, в общем-то, каждый год, когда я там работал, уходило по пять игроков основного состава. В прошлом году, вот, перед прошлым сезоном ушло семь игроков основного состава. Поэтому тяжело строить каждый год новую команду. В этом году удалось сохранить, ну, больше, чем две трети команды. И не пришлось наигрывать какие-то связи из новых людей, которые пришли к нам. Это он не то, что новый. Он вернулся из аренды. Это Рома Пасевич, вернулся Паша Савицкий. А кто вписался так органично в коллектив, это Юра Павлюковец. Вот и, по сути, у нас одно приобретение Юра Павлюковеца. Так осталась команда. Поэтому мы даже людей, которых просматривали, жалеем, что не остался Андрей Якимев, вот, украинец. Но он по разным причинам перед стартом сезона покинул. Вот, поэтому не пришлось даже тех людей, которые мы просматривали, мы знали, что, ну, вряд ли они останутся в команде. Ну, на всякий случай, может быть, где-то что-то, кто-то и подойдет. Вот, поэтому, ну, получилось вот так вот. Еще один вопрос. Я плотно наблюдаю за командой из Гродно, за вашими подопечными. Две победы в чемпионате, две победы в Кубке. И всегда забивает тот, кто выходит на замену. Это, в чем здесь секрет? Это везение какое-то спортивное? Или все-таки это вот точечное видение тренера и правильная своевременная замена, которая срабатывает? Ну, здесь по-разному можно относиться. И здесь и везение, и замена, и как, в общем-то, как люди готовы. Поэтому здесь какое-то, наверное, все-таки, я бы сказал, это стечение обстоятельств. Ничего такого конкретного нет. Ну, вот здесь, может быть, сыграла какая-то интуиция в последней игре. Потому что я и тренерский штаб, когда мы выпускаем, советуемся. Планировал выпустить сначала Академиана, но вот выпустили Седрика, и он забил. Поэтому все так получается. Скажите, пожалуйста, насколько я помню, в эти выходные вы провели 191-ю игру у руля Гродницев. И, по-моему, столько же игр у вас в составе Новополоцкого «Нафтана». Сравните две эти команды. Можно ли провести некие параллели между Новополоцком и Гродном? Ну, сейчас трудно проводить параллели. Ну, хорошая команда была в Новополоцке. В Новополоцке был хороший футбол. Жалко, что он немножко сделал шаг назад. Это было начало моей тренерской карьеры, в общем-то. Ну, и Гродно. В общем-то, чем можно сравнить? Это команды у меня, по крайней мере, были. Это вообще третья моя команда. Это Новополоцк, сборная Беларуси. И не особо сравнивают. И Неман. Это команды с относительно средним бюджетом. Поэтому вот в этом они где-то плюс-минус сравним. Будут похожи, да? Да. Ну, а так, по характеру, обе хорошие команды. Очень хорошие команды. Игорь Николаевич, тут же вопрос. И относительно вашей тренерской карьеры и игровой. В 18 апреле 1992 года стартовал первый суверенный чемпионат. 30 лет мы играем в футбол, 32 чемпионата позади. Вы были как игрок, а как тренер. Побывали в нем. Хочу услышать ваше мнение. Как он развивался, что изменилось? Куда движется белорусский футбол? Я помню первую игру. Мы, по-моему, играли с торпеда К1-1-1 сыграли. Я, к сожалению, точно не помню. Да. Мне было два года, извините. Мы это в Гродно вспоминали еще, когда Володя Невинский работал. Вот как-то сидели, и он забил гол тогда К1. Это была первая игра в чемпионате. Ну, сейчас трудно сказать, потому что все-таки тогда распался Советский Союз. И игроки, которые играли во второй союзной лиге. Вот Динамо, Минск высшей лиги. Ну, наверное, все-таки, может быть, помастеровите были футболисты. Ну, в любом случае, суверенный чемпионат, как это протекал, сборная хорошо играла. И какую-то параллель провести, наверное, все-таки тяжело и не совсем будет объективно. То был один период, потом второй, другой вопрос, что почему-то резко затормозилось. Вот движение сборных, все-таки наша сборная, и хорошо играли наши сборные. Там и при Байдачном хорошо играла, и при Эдуарду Васильевичу Малафееву. При Эдуарду Васильевичу Малафееву очень хорошо играла. И вот Георгий Петрович вывел команду на Олимпийские игры. Поэтому я не... Ну, хороший был он, старее. На самом деле, все работали как-то на созидание. Где-то были, может быть, какие-то чуть-чуть шаги назад, но двигались вперед. Поэтому я думаю, что поправим ситуацию. Как раз-таки о том, как поправить ситуацию. Помню, что именно вы приложили в тренерском штабе вместе с Георгием Кондратьевым, когда наша молодежка взяла бронзу. Был такой период в вашей карьере. Как оцените, может быть, тогда молодых футболистов и сейчас? Разница сильно от поколения новых? Раньше, мне кажется, молодые футболисты были более одержимы футболом. Более мотивированы в спортивном плане? Ну, скорее всего, правильно так будут сказать, да. Поэтому... Раньше больше было футбола. Больше было футбола, больше была конкуренция, больше был выбор, из кого выбирать. Поэтому сейчас молодежь все-таки как к этому не относится. Очень много людей сидят в этих гаджетах и так далее. Там молодежь была более одержима. И последний вопрос. Скажите, пожалуйста, поскольку вы знакомы с Георгием Кондратьевым, работали с ним, чего ожидаете от нашей национальной сборной в новых стартах? Ну, Георгий Петрович для Беларуси – это легендарный тренер. Жалко, что об этом мало говорят. Поэтому то, что сделал для Беларуси Георгий Петрович, наверное, все-таки повторить будет тяжело. Но, в общем-то, понятно, что сейчас надо время для того, чтобы создать хорошую команду. Просто ему надо дать время для работы, для движения. Я думаю, что он справится. И есть люди, с которыми можно работать. Спасибо огромное за ваше мнение, за интересный инсайд и интересный разговор. Друзья, в нашей студии был Игорь Николаевич Ковалевич, человек, который ведет Гродненский немод к новым вершинам. Увидимся на следующей неделе. Всем футбол, всем пока.